Приветствую вас и я отвечу вам так. Значит, почему ваша супруга не удалила человека из друзей? Ответ прост. Она не удалила его потому, что вы, серьезно поговорив со своей женой, как таковой проблемы не решили. То есть, смотрите, год назад ваша жена начала переписываться там с мужчиной. Вы подозревали, что у нее переписка, но она отнекивалась и пару дней назад ваши отношения зашли в тупик. Получается, что ее, вашу жену, на то, чтобы переписываться с мужчиной, подтолкнула ситуация ваших отношений. И именно некие ваши, я бы сказал, поведенческие триггеры поспособствовали тому, что ваша жена стала вести себя так. То есть, она считает, и мы сейчас не говорим, правда это или неправда, мы просто говорим о том, что считает ваша жена. Ваша жена считает, что у вас, именно у вас, как бы с ней, есть проблемы. И эти проблемы заставляют тихо вести себя таким образом. И она видит, что на данный момент эти проблемы не решены. Никак. Проблемы есть, они существуют и определенно доставляют ей дискомфорт. Когда вы поговорили, вы только договорились о том, что вы начнете все сначала, но проблемы, по которым все это началось, вы не решили. К сожалению. И из-за того, что вы не решили эти проблемы, которые у вас были изначально, жена подозревает, что спустя такое-то время, все вернется на круги своя. То есть, вы опять, например, будете ссориться, опять вы будете конфликтовать и так далее. И это то, чего ваша жена, скорее всего, не хочет. И на этот случай, не имея возможности наладить с вами общий язык, она и оставляет этого человека у себя, друзья. Просто потому, что понимает, если все вернется, ей нужна будет отдушина в нос. Далее. Следующий момент, который касается непосредственно того, чего она от вас ждет. Здесь я могу сказать, пожалуй, так. Она ждет от вас того, что проблема, из-за которой у вас изначально начались конфликты, будет решаться. То есть, я могу сказать, что проблема, которая изначально у вас была, будет как-то, ну, по мнению супруги, будет как-то уменьшаться. То есть, вы будете разрешать ваши конфликты, которые, собственно, и стали причиной такого ее поведения. Вполне вероятно, что она ждет от вас, что вы будете продолжать свою линию поведения. И будете инициировать, подталкивать вас обоих, как пару, к тому, чтобы лишить ваши отношения всех негативных моментов, которые видятся в вашей жене. И здесь, в данном случае, я бы порекомендовал вам спросить у нее, конкретно у нее спросить, что ее не устраивает. Вот вы говорите, она говорит, что это от недостатка, например, ей внимания. Хорошо. А возникает вопрос к вам. Но если она говорит, что ей не хватает внимания, значит, это скорее всего так. Так, причем вы можете говорить, что вы уделяете ей достаточно много внимания, и мы вам верим. Дело не в этом. Дело в том, что считает она. И если вы будете ориентироваться больше на нее, если вы будете стараться угодить именно ей, вполне возможно, что ситуация улучшится, и она не будет больше переписываться с этим человеком. То есть вам нужно, вам нужно именно понять, что не устраивает ваша женщина, и даст ей это. Иначе она это будет получать у других мужчин. Вот, собственно, то, что я могу вам сказать. Она ждет, что вы будете давать ей то, чего ей не хватает. И для этого необходим диалог, для этого необходим разговор, для этого необходимо спрашивать, для этого необходимо выяснять, для этого необходимо разговаривать, высказывать свои предположения, слушать человека и стараться искать компромиссию. Вот в принципе то, что вам нужно делать И если всего этого делать вы не будете То боюсь, ваши отношения вновь зайдут в тупик И она вновь будет переписываться с этим мужчиной Потому что у нее есть потребности Эти потребности не удовлетворяются И соответственно, если эти потребности не удовлетворяются То она будет искать другие способы удовлетворения этих потребностей Что со стороны человека Ну, условно говоря, со стороны любого же человека Являются, ну, совершенно нормальным их поведением Иначе она понимает, что скорее всего Тогда будет просто-напросто грубить своим детям Срываться на них, а это не хорошо Опять же для самих детей И ее же жена это скорее всего прекрасно понимает То есть очень может быть, что она делает это даже не столько для себя Сколько для своих детей Ну, по крайней мере, знаете как По ее пониманию То есть вот по тому, как она думает Она делает это для детей Ну, это опять же ее мнение и ее право так считать Вряд ли вы можете на это право как-то претендовать Надеюсь, вы это понимаете И таким образом, резюмируя, можно сказать Что ваша жена считает, что все сейчас в ваших руках Вот как вы себя поведете Так она и будет себя вести Если вы действительно хотите счастлив своей жены Вы дадите ей то, чего ей не хватает И постарайтесь донести свои какие-то потребности тоже Может быть, вы станете более продуктивно общаться Может быть, вам стоит обратиться к семейному психологу Если бы он помог вам найти общий язык Помог вам начать разговаривать Ну и так далее Решать вам Именно это и считает ваша жена Что вам нужно решать Ваше дальнейшее совместное будущее На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому